Торжественное закрытие года российского кино в Курганской области прошло в Шадринске в Центре досуга и кино «Октябрь». Сюда на совещание с руководителями муниципальных органов управления культуры и государственных учреждений культуры съехались представители этой сферы со всей области. Выступили с докладами начальники отделов культуры муниципальных образований региона. О реализации мероприятий года российского кино в Курганской области рассказал начальник управления культуры Курганской области Владимир Бабин. Получили федеральные средства и оборудовали вот в данный момент уже кинотеатр «Октябрь» и еще два кинотеатра муниципальных готовятся, заключили уже, провели аукционы, заключили договора и получат высококлассную цифровую аппаратуру с правом первого показа. Благодаря совместным усилиям управления культуры и муниципальных органов власти выделено около 9 миллионов рублей на переоборудование кинозалов в городе Куртомыше и рабочем поселке Каргополье. За счет федеральных и муниципальных средств современной цифровой кинотехникой оборудован сельский клуб в селе Митина Китовского района. Я считаю, что в год российского кино мы провели достаточно серьезную активную работу и непосредственно показ кинофильмов у нас сейчас, думаю, будет поставлен на достаточно приличном уровне. Место проведения этого знакового мероприятия было выбрано не случайно. Дело в том, что «Октябрь» – единственный в области муниципальный и государственный кинотеатр, оборудованный современной аппаратурой. На эти цели по программе Федерального фонда кино из бюджета Российской Федерации регион получил субсидию в размере 4 миллионов рублей. Несмотря на ту экономику, которая сейчас происходит, все говорят в основном о плохом, я хочу сказать о хорошем. То, что свои инвестиции дали свои плоды. Если мы будем сравнивать непосредственно с результатами прошлого года, вот эта инвестиция, она дала свои плоды. И оборот наших кинофильмов и финансовый результат, он намного стал выше. Намного стал выше с прошлым годом. В рамках Года кино все учреждения культуры и образования принимали участие в акциях, организовывали встречи с режиссерами, выставки и другие мероприятия. Теме российского кино были посвящены международные и всероссийские акции «Библия. Ночь», «Ночь музеев» и «Ночь искусств». На муниципальных киноустановках прошли областные кинофестивали «Виват кино России», «Кинокарусель», «Сказка», тематические и ретроспективные показы фильмов, киноуроки. Региональный фильмофонд сегодня составляет более 4000 фильмов на разных носителях. Это и классика советского кино, и современные, отечественные и зарубежные фильмы. Доклад о новых формах работы библиотек Кургана в год российского кино представила Наталья Гончаренко, заместитель директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечная информационная система города Кургана». Проект «Кино в нескучном саду» Ассоциации библиотекарей областного центра назван одним из знаковых в рамках проведения года кино в регионе. Проект «Кино в нескучном саду» победитель открытого конкурса на грант главы города Кургана. Направлен он на создание новой формы интеллектуальной досугой горожан. Библиотека под открытым небом у нас работает уже с 2014 года в парках и скверах Кургана. А в этом году мы расширили свою деятельность еще путем кинопоказов. За лето состоялось шесть таких кинопоказов. Зрители увидели 12 современных российских фильмов. Благодаря проекту мы смогли принять участие в международных и федеральных событиях. Это международный фестиваль уличного кино проходил в июне этого года и первая всероссийская акция «Ночь кино». Участников, как рассказывает Наталья Гончаренко, было очень много. Прежде всего, это молодежь. На каждый сеанс собиралось по 400-500 человек. Конечно, опасения были, потому что подобный опыт имеется в других городах. Но как это пойдет в Кургане, насколько будет воспринято и поддержано, конечно, мы сомневались. Но тем не менее, проект оказался очень интересным для курганцев, особенно для молодежи. И вот эта потребность приходить летом в парк, в сквер для того, чтобы вместе общаться, смотреть кино, обсуждать что-то, она сформировалась за весь летний период. Сам проект «Нескучный сад» работает уже три года. В год российского кино в его рамках стали проводить кинопоказы, а в следующем, вероятно, может быть организован показ фильмов экологической тематики, так как следующий год в регионе объявлен годом экологии. Программа торжественного закрытия года российского кино была тщательно подготовлена и объединила усилия артистов Центра досуга и кино «Октябрь» и музыкантов из Кургана. Гости праздника вспомнили об основных вехах развития российского кинематографа, посмотрели кадры из первых художественных фильмов отечественных режиссеров, упомянули на мероприятии и об истории появления кино в Курганской области. История кино на территории современной Курганской области началась в 1908 году открытием в городе Кургане кинотеатр и взял. В 1909 году появился кинотеатр «Модерн», а в 1920-м – «Эхо», в здании которого спустя 13 лет разместился Курганский драматический театр. Начали вводиться в струи и другие кинотеатры. Кроме того, на концерте были исполнены знаменитые песни из фильмов, в сопровождении видеоряда, составленного из фрагментов кинокартин. Счастье дано, повстречатель беду еще. Есть только мир, за него и держись. Есть только мир, между прошлым и будущим. Именно он называется «Жить». Подготовка очень большая была. Несмотря на то, что само торжественное мероприятие очень такое маленькое, емкое, это подготовка не только со стороны города шла, управление нашего, управление культурой, но и самого управления областного. Вручались благодарственные письма Управления культуры Курганской области. Награды получили те, кто внес большой вклад в работы по популяризации и повышению общественного значения отечественной кинематографии. Среди них коллектив Центра досуга и кино «Октябрь», отдел культуры администрации Шадринского района, который провел самую масштабную акцию «Ночь кино» на территории области. Благодарственное письмо за большой вклад в развитие документального киноискусства за Уралья получил Александр Голубкин, руководитель студии документального кино «Отражение». Студия в год кино принимала участие в огромном количестве творческих встреч практически во всех районах области. Год выдался для нас нелегкий, год тяжелый был. Во-первых, сами понимаете, экономическая обстановка в стране такая, а кино – это очень-очень дорогое удовольствие. Но тем не менее, в этом году нашей студии был завершен большой фильм «Краю голубых озер». Студия «Отражение», по словам ее руководителя, 99% фильмов выпускает о Зауралье и о Зауральцах. И в этом году впервые у нас, так сказать, пошел большой прокат в фильм наш «Обреченные». Это о участниках Первой мировой войны. К сожалению, до Шадринска он так еще и не дошел. Но мы теперь очень надеемся, что в связи с открытием у вас нового оборудования и нового, так сказать, зала, вот так я его скажу, мы надеемся у вас показать этот фильм. Тем более, там задействованы, опять же, шадринцы, поэтому грех бы его не показать у вас. Завершилась обширная праздничная программа просмотром художественного фильма «Дуэлянт» российского производства. Шадринцы же могут быть абсолютно уверены, что и в следующем году они смогут смотреть новые фильмы в день их мировой премьеры. Это 100% у нас уже заключен договор. То, что проходит в крупных городах, одновременно проходит и у нас. Приглашаем с удовольствием, просто приглашаем наш уютный зал. Самый лучший звук, сразу скажу. Несмотря на то, что год российского кино в Зауралье официально закрыт, многие проекты, которые были запущены за этот период, вне всяких сомнений, продолжат жить и развиваться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова